Если не будет газа, школы перейдут в онлайн, а электроэнергия станет производиться только для социальных нужд. В правительстве обсудили работу в условиях ЧП в экономике. В Приднестровье день, как в режиме ЧП. Готовиться надо ко всему. Будет ли газ, может решиться только после 31 декабря. Председатель правительства Александр Розенберг сегодня собрал всех руководителей предприятий. Молдавская ГРЭС, Террасполь, Трансгаз, Теплоэнерго, Электросеть, Водоканал. Есть поручение президента обеспечить свет, тепло, воду в домах, больницах, социально важных объектах. К этому готовиться. При отсутствии газа в аварийном режиме будет произведен запуск генерации электроэнергии на угле. Объем производства электроэнергии на угле ограниченный, конечный и будет носить исключительно гуманитарный характер. То есть озвученный период в 50 дней – это тот период, в котором электроэнергия будет вырабатываться для гуманитарных нужд и для нужд предприятий, которые обеспечивают продовольственную безопасность в Приднестровье. У ГРЭС Днестровский запасов угля на 50 дней. Если не будет газа, смогут запустить два котла. Но есть сложности. Об этом тоже сказал первый вице-премьер Сергей Оболонник. Оба угольных блока достаточно изношены. И вероятность того, что один блок остановится и нужно будет переходить на второй, достаточно высоко. В этом периоде блок-аут будет порядка 10 часов. Если не будет газа, экспорт электричества в Молдову прекратят. Что в Приднестровье будет с остальными промышленными предприятиями, некоторые будут работать ночью или в определенные дни, то есть неполную рабочую неделю. За вами стоят соответствующие коллективы. Безусловно, нужно думать, как обеспечивать их заработной платой, как обеспечить работоспособность предприятия. Насколько вы на сегодняшний день защищены с точки зрения, скажем так, энергобезопасности. Сейчас мы пока ведем речь исключительно о генераторах для того, чтобы обеспечить соответствующее производство. А основное производство, еще раз говорю, это хлеб, молочные изделия. Мы должны будем обеспечить электроэнергией все наши места хранения овощной группы. Мясо или иное сырье тоже должно быть обеспечено электроэнергией. Также в правительстве еще раз озвучили решения, которые известны с совещанию президента. Если не будет газа, школы переведут на удаленку. Детские сады, те, что можно отапливать дровами, углем продолжат работать. В больницах, домах, престарелых и интернатах есть генераторы. Все задачи в работе, пока вопрос с поставками газа все еще не решен.